Всем привет, друзья, с вами Спектр, и сегодня в ленте я увидел такую новость под названием Как системные требования ко второму Outlast На самом деле, много очень людей ждут второй Outlast Я бы не сказал то, что я его жду, но в любом случае Я бы прошел его для вас на самом деле, если не будет стоять никакой защиты Потому что разработчики ключ мне не отдали, хотя я просил у них, написал два раза Они мне даже не ответили на самом деле Ну и я думаю, никто мне дарить-то не будет, Outlast и не хочет Но в любом случае, давайте сейчас поговорим про системные требования к игре, так как они сегодня вышли На самом деле, еще раз повторюсь, я не жду второй Outlast Потому что второй Outlast это... Ну, Outlast практически... Даже не так, Resident Evil 7 это копия Outlast Но есть одно но В Resident Evil 7 главный герой может от себя поставить В то время как в Outlast вам придется только бегать и скрываться от ваших врагов Есть одна составляющая В первом Outlast мы должны были крепко держаться за камеру, как вы понимаете Потому что она позволяла нам видеть темные углы лечебницы Mount Massive По-моему, она так называется Вот, и есть одно но Во второй части главный герой будет носить очки Блейк Лангерман, по-моему, его так зовут Будет действительно носить очки и камеру То есть получается, если мы потеряем камеру, это еще ничего страшного Но мы можем потерять и очки И, соответственно, мы практически, наверное, ничего не сможем увидеть То есть игра будет еще немного сложнее и будет более растянута Потому что, если мы в этой игре не потеряем очки на какой-то период времени Тогда, я не знаю, я что-нибудь сделал, не знаю, разобью клавиатуру в лесу Если такого не случится Вот, и давайте же приступим к системным требованиям второго Outlast Вот вы их сейчас видите Минимальные рекомендованные в Steam Как обычно в Windows И тут всякие процессы Intel Core i3 И рекомендованный i5 Ну, у меня, понятно, i5 Оперативная память 4,8 гигабайт Видеокарта На 1 гиг 260 от NVIDIA подойдет И 4,870 от AMD Вот В общем-то, это минимальные Минимальные системные требования По поводу видеокарты, которая рекомендуется 660-ая Моя старая 650-ая Получается, не выдержала бы на высоких Outlast Точнее, на ультрах Но теперь С новой обновкой, я думаю, все будет хорошо И самое интересное То, что, конечно, DirectX 10-11 версии 30 гигабайт будет весить у нас, собственно, сам по себе Второй Outlast Как вы понимаете, слева по минимальным требованиям Можно понять То, что 720p 30 fps Это для минималчик будет То есть, если у вас Intel Core i3 4 гб ОЗу и 1 гб Видюхи 260 Или AMD 4 870 В принципе, вы сможете поиграть 720p, но только в 30 fps Если вы имеете нормальные показоставляющие То, в принципе, 1080p 60 fps Если мне пришлют монитор, который я там Не важно, как получил Но, в общем-то, смогу еще и 1080p поиграть в Outlast На самом деле, как я уже сказал Разрабы мне не дали ключ Просто не ответив мне И, собственно говоря, если никто мне не подарит По сути, Второй Outlast, да, брать я его не буду Пройду его Возможно, когда его, не знаю, ломанут, что ли Только тогда, скорее всего Системные требования не такие уж и крутые Однако, хочется заметить, что когда на старой видеокарте Я проходил демку Второго Outlast'а С которой вы можете ознакомиться прямо сейчас у меня на канале У меня не получалось на высоких настройках Держать стабильно 60 fps То есть, все равно небольшой дроп был Надеюсь, они это починили Потому что это была демо-версия Но это были системные требования Второго Outlast'а С вами был Спектр Если вы ждете прохождения на моем канале То желаю вам удачи Потому что неизвестно, будет ли оно в день выхода Но, возможно, Outlast 2 я все-таки как-то пройду Red Barrels, надеюсь, не подкачают И 25 апреля мы уже с вами поиграем в нее Кстати, цена на Outlast пока неизвестна Но мы будем ждать Всем спасибо за внимание и пока!